Исмаил Малим, как уберечь своих детей от отравлений? Ну, мы все с вами родители, и как родители могу сказать, что 90% отравлений у детей связано непосредственно с халатностью самих родителей. Ну, давайте подумаем, чем может отравиться ребенок. Ребенок не совершает суицида, ребенок не работает с какими-то опасными химикатами, то есть все это по небрежности. Мама хранит лекарства в своей сумке, ребенок подходит, открывает. Или же, ну, сейчас лето, многие переезжают на дачу, костры, керосин и так далее, почему-то очень беспечно переливают бутылки от прохладительных жидкостей, от фанта и так далее. Даже некоторые хранят почему-то и в холодильнике. Достаточно одного глотка, допустим, керосина, чтобы ребенок получил тяжелейшее отравление с тяжелейшей пневмонией. Поэтому уберечь детей от отравления, это очень просто. Это, в первую очередь, надо хранить все химические вещества в оригинальных бутылках, закрытые, чтобы ребенок не мог их открыть. Лекарственные упаковки предпочитательно покупать такие, которые трудно открываемые. И, естественно, хранить их в недоступных местах. Эти правила позволят уберечь ваших детей от отравлений. Спасибо огромное. Опасно ли, если дома разбился градусник и пролилась ртуть? Я думаю, в каждом доме это происходило, и у нас дома происходило это несколько раз. Я вам более того скажу, когда мне было 2 года, у меня была температура, мать дала мне градусник, я откусил градусник и проглотил всю ртуть, которая была там. Возможно, это было одной из тех причин, почему я стал потом токсикологом. Я в шоке. И что было после этого? К счастью, металлическая ртуть при проглатывании, она не обладает токсическим действием, поэтому ничего страшного со мной не случилось. А если разбился градусник, ну, в градуснике примерно 2 грамма ртути металлической, и, конечно, даже если она испарится, а для человека представляет опасность именно пары ртути, то смертельного исхода не наступит, но, конечно, желательно отказаться от ртутных термометров, старайтесь прибегать уже к электронным видам. И в то же время, если произошла такая ситуация, аккуратно собрать, ни в коем случае не бросать в обычный мусорный этот. Обычно вызывают МЧС, и они, соответственно, обеззараживают и утилизируют эту ртуть безопасно. То же самое касательно, не надо его бросать в канализацию. Интересно, а примерно сколько времени занимает, чтобы она полностью испарилась? Ну, я вам скажу, это зависит от температуры. Если вы были в Ленинграде, там есть Санкт-Петербург, там есть собор, Исаакиевский собор их главный. Я один раз там был на экскурсии, экскурсовод рассказывал, что несколько сот человек погибло от отравления ртутью при строительстве этого собора. Как? Значит, собор покрыт золотыми куполами. Я извиняюсь, если я не ошибаюсь, 300 килограмм золота там использовалось? Вот эти 300 килограмм золота были растворены в ртути и нанесены, как амальгама, на медные листы, потом их клали в печи, прогревали, ртуть испарялось, золото оседало на этом, значит, медном листе, и огромное количество, несколько сот рабочих погибло. Это ужасно. В Азербайджане, к сожалению, были тоже такие случаи. Исмана, действительно ли в арбузах много нитратов и можно ли ими отравиться? Арбузное отравление – это больная тема каждого лета, что мне кажется… Каждого азербайджанца. Каждого азербайджанца, особенно в летнем периоде, что начинается много паники, что, ой, мой ребенок отравился, или взрослый отравился арбузом. Да, отравления арбузом бывают, но какие отравления? Давайте посмотрим на симптомы. Температура, понос, рвота, тошнота и так далее. То есть, это классические симптомы пищевого отравления, они отравления нитратами. Соответственно, два совета токсиколога, чтобы не отравиться арбузом летом. В первую очередь, не покупайте арбузы на разрез, то есть разрезанные арбузы. Покупайте арбузы целиком и прежде, чем его разрезать дома, обязательно мойте. Потому что арбуз растет не на дереве, он растет на земле, вся пыль, все микробы. И после того, как вы разрезали арбуз, не храните его вне холодильника. Потому что сладкая мякость арбуза – прекрасная среда для того, чтобы болезнетворные бактерии там размышались. Отличный совет. Мы так и делаем. Можно ли умереть, съев грибы? И как отличить грибы ядовитые от не ядовитых? Я, конечно, помню, что в школьной программе нас этому обучали, но я думаю, многие об этом говорят. Очень простой, опять-таки, совет. Не покупайте грибы с рук и не собирайте их сами. Да, от одного гриба можно отравиться и умереть. К сожалению, бледная поганка, особенно она бывает осенью, когда начинаются дожди. Каждый год происходят такие случаи, когда семьями люди гибнут. Даже, допустим, собирают какие-то грибы с обочин, с лесах и так далее, жарят. И это приводит к смертельным отравлениям, разрушается печень буквально за несколько дней. Ну, а если вы поели шампиньоны, и у вас начался понос, рвота, или вы салат поели грибной, опять-таки, это не отравление грибами, это пищевое отравление в результате просто неправильного хранения данного продукта. Скажите, вот олеандр, дурман, клещевины и другие ядовитые растения, почему их сажают на улицах города? Или они сами произрастают? Нет, олеандр, да, олеандр сажают по всей Европе, почему? Особенно в средиземноморских странах. Неприхотливый, мало воды, красивый, вечно зеленый, красивые розовые, белые цветы. Хорошо пахнет, но очень ядовитый. То есть, ребенку достаточно пожевать один-два листа, чтобы получить тяжелое отравление. Но ведь и в Бакуане есть. В Бакуане тоже есть. Если быть осторожным, вы не отравитесь. Ну, желательно не жевать. Не нюхайте, не нюхайте, не трогайте, да. То же самое и дурман. Это белодонна красавка, красивые белые цветы. На вчеронских дачах сажают, под вечер они открывают свои белые цветы тоже. Поел, начинаются галлюцинации, начинаются, да, тяжелые, так сказать, человек психически ненормальный становится, да. Ну, еще есть такое растение, как рецин, наверное, смотрели. Укол зонтиком, вот такая французская старая комедия. Да, это основано на реальных событиях, когда, так сказать, зонтиком убили Георгия Маркова, известного болгарского диссидента. Вот в этом рецине, в этой клещевине тоже содержится вот токсин, который достаточно очень может повредить вашему здоровью. Понятно. А каковы примеры необычных токсинов, которые производятся с животными для защиты или нападения врагов? О, это может быть целый вопрос, целая передача. Я расскажу буквально о нескольких, которые есть в Азербайджане. Ну, в первую очередь, это гюрза. Понятно, что это самая ядовитая змея среди всех змей семейства Гадюкова. Разрушает кровь, приводит к очень большой свертываемости, поэтому даже в некоторых случаях пытаются ей лечить гемофилию. Есть другой яд, называется паук каракурт. У него яд в несколько десятков раз сильнее, чем в яду гюрзы. К счастью, он маленький, поэтому там не так много яда. И он тоже встречается в Азербайджане? В последние десятилетия. Потепление завезли, прижился и прекрасно стал распространяться по всей республике. Одного укуса достаточно, что у человека может случиться инфаркт. Настолько сильная боль бывает. Давление подскакивает, наверное, 300 миллиметров портутому столбу. Там сильное напряжение мышц. В некоторых случаях этих людей ошибочно им везут хирургические отделения. Даже на случай, когда человеку сделали хирургическую операцию, потому что думали у него, что... Просто не могут сразу же поставить правильный диаметер. Да, паук маленький, не все могут отличить. А насколько маленький примерно? Около полусантиметра, 5 миллиметров. А какого он цвета, если не секрет? В рисунках, которые вы видите в интернете, это обычно паук называется черная вдова. У него там точки красные на черной спине. Но в Азербайджане его особенно никто не разглядывал. Так что необязательно, чтобы эти красные точки были. Это достаточно мелкий паук, но яд очень сильный. Окей. Это, опять-таки, скорпионы. Но, к счастью, в Азербайджане нет таких скорпионов. Они есть, их много. Но они, к счастью, не смертельные. Исмон, а что делать, если укусила змея, скорпион, оса, паук? Или, я не знаю, меня несколько лет назад кусал муравей. Я вам скажу, у меня после этого были очень неприятные последствия. У меня началась очень сильная аллергия. Что делать? Самое главное, я скажу, что не делать. Ни в коем случае. Если мы проведем опрос на улице, упакуясь, просим, зададим этот вопрос, 90% у людей скажут, как тебя укусила змея, надо наложить жгут, чтобы яд не распространялся. Это самая большая и самая опасная ошибка. Потому что, если вы даже на короткий период наложите, который укусила змея, это шанс того, что летальный исход будет возрастать в несколько раз. Стараться меньше двигать рукой или ногой, наложить туда какую-то повязку стерильную, обработать рану. То есть поймите, что как змея кусает, человек не умирает. Тут же у вас достаточно количества времени есть, чтобы доехать до больницы, вам там окажут помощь. Я извиняюсь, а из нашего детства отсосать кровь, выплюнуть? Проводили такие исследования, не только ртом, а проводили специальным экстрактором. Запомните, что яд гюрзы, он зубы гюрзы 2 см, они достаточно далеко проходят под кожу. И сразу, там более 50 ферментов, и сразу распространяется по тканям. Поэтому даже если проводить эти процедуры, манипуляции, да, я вспомнил старый анекдот, то есть если проводить манипуляции, даже это специальным инструментом, то не более 13-15% яда. Не стоит на это тратить время. Я понял, окей. А если, какие меры можно предпринять, чтобы предотвратить отравление от морской воды? Вы сами знаете, что в последнее время огромное количество детей после посещения нашего моря, которое в последнее время у нас большие проблемы, вы сами видите, очень сильно опускается уровень Каспия. И, если честно, экологически его составляющая сейчас не очень такая. То есть что можно сделать, чтобы защитить здоровье детей? Отравление морской водой – это примерно то же самое, что и отравление арбузами. Что происходит? Давайте посмотрим на симптомы. Ребенок пошел, глотнул морской воды, утром у него поднялась температура, начался понос и так далее. И рвота. И рвота, да. Все это классические картины. Это то, с чем мы столкнулись недели три назад. Да, это все тоже классический пример пищевого бактериального токсика отравления. Бактериального. Бактериального. То есть, да, кишечная палочка, которым, естественно, температура окружающей среды повышается, она прекрасно размножается там и достаточно хлебнуть один глоток воды ребенку, чтобы получить это отравление. Поэтому даже если вы находитесь за границей, обращайте внимание. Ну, допустим, на турецких пляжах всегда показывают количество кишечной палочки в воде. И, соответственно, да, там развивается флаг. Если вы видите голубой флаг, то, соответственно, этот пляж полностью, да, там можете пить эту самую морскую воду, если вам так захотелось. Ну, какие же меры предпринять? Исключительно ездить на те пляжи, которые чистые? Что вы посоветуете? Учить ребенка, чтобы не глотал морскую воду, в первую очередь. То есть, ничего вас не защитит от того, что если вы уже выпили. Да, если началась температура, да, если началась, соответственно, это надо лечить, это уже обращаться к врачу. Ну, как первая помощь при любом отравлении легкий совет токсиколога. У каждого дома в аптечке должен быть активированный уголь. Если первые симптомы отравления, до тех пор, пока пришел врач, на каждые 10 килограмм массы тела одну таблетку растолочь в порошке на просто кипяченую воду и выпить. Это позволит отсорвировать токсины и, так сказать, отсрочить развитие отравлений. Спасибо огромное. Что является наиболее частой причиной смерти от острых отравлений в Азербайджане, если владеете такой статистикой? Конечно, я владею статистикой. Это надо разделить догоспитальная или госпитальная смертность. То есть отравление, смерть на месте происшествия от отравления. Это чаще всего А. Наркотики, Б. Угарный газ. То есть это те яды, которые действуют быстро и выводят человека прямо, так сказать, ну, где произошло этот случай интоксикации. Если произошло отравление, больного довезли до больницы, здесь будет совершенно другая картина. Здесь на первом месте будут отравления уксусной кислотой, уксусной эссенции. К сожалению, это одно из тех веществ, которые традиционно используются для самоубийств, суицидов в Азербайджане. И мы сейчас боремся, вот недавно было у нас собрание с ЮНИСЕФ, там присутствовали и представители государственных органов, чтобы запретить продажу, свободную продажу уксусной эссенции. Поэтому это не, так сказать, изобретение велосипеда. Все те страны, которые, допустим, Грузия возьмите, или Украина, то есть которые запретили продажу уксусной эссенции, смертность от этого отравления равно нулю, потому что просто нет этих веществ. Доступа нет. Весьма нормальным, но мне кажется, у нас очень многие люди делают маринады, соленья без уксуса. Я думаю, это будет сложно. Разделите уксус и уксусную эссенцию. Уксус, то, что вы, допустим, добавляете там душе-пэря или приэта, это максимум 7% уксус, а уксусная эссенция это 70% уксусная кислота и достаточно одного глотка, чтобы человек умер. Кошмар. Да. Как токсикологи определяют причины смерти в случаях подозрений на отравление? То есть в целом, чем чаще всего травятся в изобретении? Вы уже сказали об этом, но как определяют причины смерти? Токсикологи не фалчи, конечно. Да, я могу посмотреть на живого человека и сказать, чем он отравился, потому что есть классические симптомы отравления. Но если это труп, здесь уже, конечно, это работа фотоанатома или судебно-медицинского эксперта. То есть необходимо вскрытие? И чаще всего необходим токсико-химический анализ, который определяет любой токсин, который может причиной стать отравление. Вы мне задали вопрос про смертельное отравление, но это не является наиболее частой причиной отравления. Наиболее частой причиной отравления, то есть это суициды, но не те суициды, которые приводят к смерти. Да, это пара суицидов, так сказать, для того, чтобы привлечь к себе внимание, да, в основном. Это чаще всего медикаментозные отравления и чаще всего препаратами седативного, успокоительного, снотворного, да. То есть масса, 40-50% всех отравлений в Азербайджане связаны с приемом разных таблеток. Просто, наверное, превышает дозу, да, этого препарата? Не-не, это делают специально, да, то есть я хочу умереть, да, на меня не обращают внимания, у меня конфликт там с Гайнойной, с супругом, с супругой, с детьми. Дай-ка я выпью. Это отдельная история. Дай-ка я выпью 10 таблеток валерьянки, да. Естественно, от 10 таблеток валерьянки никто не умирает, но в статистику это идет как случай отравления. Понятно. Что делать, раз мы поговорили уже о лекарствах, затронули тему, что делать, если пациент имеет аллергическую реакцию на лекарства, которые спасают ему жизнь? Ведь такие истории тоже есть. Да, есть. Аллергические реакции, это большая проблема, число аллергических реакций растет с каждым годом, потому что там разные факторы, экология, всякие консерванты, большое количество приемов, различных химических веществ, все это вызывает сенсибилизацию организма, то есть повышение чувствительности к этим аллергенам. Бывают случаи, допустим, у человека реакция на какой-то медикамент, антибиотик чаще всего, но в данном случае врач вынужден искать какие-то альтернативы. Поэтому, когда делают укодал, вначале ставят пробу, смотрят, какая реакция, а потом уже делают его. Да, и нет. Или это немножко такой... Да, и нет, это немножко, так сказать, дедовский специальный. Да, старый метод, да, и проводят тесты в некоторых случаях, но это не тот случай, который может вас защитить от аллергической реакции, к сожалению. Поэтому в данном случае, если у человека выявляется чувствительность к тому или иному антибиотику, то есть человек не может его применять, врач должен искать альтернативу, искать другую группу, другого, к сожалению, выхода нет. Я понял. Актуально ли в Азербайджане проблема отравления алкоголем или суррогатами? Стало очень проблемой большой во время пандемии. У нас лет 20 не было ни одного случая отравления суррогатами алкоголя, то есть метанолом и так далее. Во время пандемии прошел, так сказать, взрывообразный число отравлений увеличилось. В первую очередь, это связано с тем было, что в аптеке поступили партия, ну, так сказать, паленого спирта, который был метанолом, и достаточно было там 100 миллилитров, что человек ослеп и умер. А до этого был тоже случай, когда люди шли в достаточно дорогие рестораны, заказывали достаточно дорогие напитки, там, Чива с 18 и так далее. И, да, тоже приводило, в том числе, и к смертельным исходам. И был выявлен источник этого метанола, я не буду говорить об этом в эфире, да, но локализован он был, и сейчас мы опять уже последние полтора-два года не видим эти случаи отравлений суррогатами. Ну и слава богу. алкоголем, алкоголем есть, но они носят бытовой характер, то есть, такая проблема алкоголизма, как, скажем, в России, в Азербайджане. У нас нету, слава богу, да. Смагна, вы уже затронули эту проблему, какие наркотики считаются самыми опасными с точки зрения токсикологии, почему? И второй вопрос, как бы, он связан с этим. Стало ли больше отравлений наркотиками и психодислептиками в Азербайджане? К сожалению, да. Когда я начинал, сказать, свою медицинскую карьеру, еще даже студентом, отравлений наркотиков было очень мало, в основном, это был конец Советского Союза, все было достаточно закрыто. Это были или опиаты, там, хаш-хаш, терияки и так далее, или же, если у кого-то был доступ до медицинских препаратов, что достаточно сложно, там, ну, потом СССР развалился, границы открылись, и с этим сразу лавинообразный, значит, количество наркотиков из соседних стран, из Ирана, поступило, начались регистрироваться десятки, сотни случаев отравлений уже героином, тяжелыми наркотиками. Но ведь он очень дорогой. Он дорогой, и поэтому сейчас наблюдается картина, то, что на рынке огромное количество синтетических, так называемых, дизайнерских наркотиков, это в первую очередь метамфетамин, он стоит очень дешево, да, и, к сожалению, есть информация, что в некоторых случаях даже он производится на территории Азербайджана, варится здесь, да, из достаточно доступных веществ, которые, так сказать, можно чуть ли не купить в продуктовом магазине, в супермаркете. Извиняюсь, что перебиваю, и, к сожалению, западные отчеты подтверждают, что у нас рост метамфетаминов. Да, для этого даже и западные отчеты не надо смотреть, достаточно посмотреть статистику и азербайджанских средств, массовой информации, источников, что метамфетамин в настоящее время является особо опасным для и по числу, и потому, что он приводит к необратимым и физическим, и психологическим эффектам, особенно, если учесть, что это молодежь, да, и, опять-таки, интернет, большое количество наркотиков сейчас стало продаваться онлайн, да, в тот день даже была информация, что иностранные студенты Митинского университета наладили продажу наркотиков через интернет, да, с помощью ватсап и так далее, то есть, это и затрудняет борьбу с наркотиками, потому что теряется, так сказать, вот эта цепь продавца и покупателя, да, то есть, это все с применением этих биткоинов, с дистанционной продажей, так, и это все, конечно, затрудняет, и это большая проблема, и не только для Азербайджана. Спасибо за ваш ответ. Мой последний вопрос. Массовое отравление в истории Азербайджана были ли такие, и если были, есть ли риск их повторений, потому что мы увидели в 2020 году как бы ковид, но я так подозреваю, что и какие-то массовые отравления были в Азербайджане. Азербайджан не так часто попадал в книгу рекордов Гиннеса. Ну и слава богу, я думаю. Да, но то, что попало, это было как раз по числу массового отравления, когда в Баку в 95-м году произошел пожар в Бакинском метрополитене и, да, между станциями Нариманов и Улдус, и, да, ну, маленький токсикологический центр, который был рассчитан на 50 коек, эту ночь привезли более 500 пострадавших. Отравление угарным газом, дымом и так далее. Второй случай, я помню, надеюсь, помните, несколько лет назад на проспекте Азербайджан, когда здание вспыхнуло, как спичка из-за пожароопасной плитки, тоже 60 лишних человек были достали токсикологию. В 2018 году 111 человек за 10 дней отравились пестицидами. Знаете, все имеет обратную сторону. Развивается хлопководство, начинает применять больше гербицидов, пестицидов, число отравлений растет. Даже могу сказать, что во время войны были такие случаи, когда враг армянский когда отступал, специально отравлял источники воды и другие продукты питания, чтобы наши солдаты там были, да, к сожалению, такие случаи тоже были. Я вспоминаю из курса нашей начальной военной подготовки, там был зарин, заман и так далее. Эти газы были. Это уже оружие массового поражения, к счастью, к счастью, ими отравления не наблюдаются, потому что это оружие, которое находится под запретом международными конвенциями, но есть вещества, те же самые пестициды, фосфоорганические соединения, структурно-химические, они ничем не отличаются от зарина, замана, табуна. Совершенно так. Маленькое дополнение к последнему вопросу. А когда у вас работы больше всего бывает? Какое время года, мне интересно? Это все-таки лето или это другие сезоны? Работа бывает круглый год, но различаются отравления. То есть, если зима, это огромное количество отравлений угарным газом, если лето, вот как вы говорите, это различные пищевые отравления, укусы змей, там, арбузы и все остальное. Да, а есть, которые внесезонные, то есть, люди пьют таблетки на протяжении круглого года, то же самое, эссенция и так далее. Но, как ни странно, я вам скажу, такой интересный факт, что вроде бы, если зима, кажется, человек более впадает в депрессию, больше должен пить таблетки с суицидальной целью, наше наблюдение показывает, что это наоборот. Наоборот, летом число суицидов возрастает, и это подтверждается в том числе международной статистикой, что воздействие солнца, жары и так далее в некоторых случаях приводит к тому, что увеличение числа суицидов, в том числе таблетки. Какая необычная информация. Спасибо огромное за интересную беседу. Спасибо вам, что пригласили. Если что, мы не родственники. Спасибо. Оставайтесь с нами, у нас будут много интересных гостей. До встречи.